Спасибо большое. Доброе утро всем слушателям и зрителям. Ну, конечно, последние несколько лет есть существенные изменения. Но я бы хотел начать доклад с выступления Габриэля Хартабаджи на АСКО, который представил данные деятельности почти за 50 лет, 45 лет. И несколько слайдов из его доклада я тоже там покажу. Дело в том, что Хартабаджи один из самых выдающихся химиотерапевтов Америки. И, в общем, автор многих исследований, рандавизированных испытаний. И неоднократно, начиная с 1977 года, мне приходилось с ним встречаться на разных конференциях, в том числе у них, там в центре MD Anderson, центр высокоорганизованного учреждения, самый крупный в мире онкологический центр. Вместе выступали раз в два года, проводится конференция по неодевантной терапии. И Миденхоф в Германии пока не ушел на пенсию Манфет Кауфман. Это собирались мы в течение многих раз. Ну вот, что хотелось бы сказать. Он, конечно, в своем докладе в основном упоминает американских исследователей. Из Европы вот только доктор Басилга. Но и Басилга сейчас уже работает в Америке, поэтому фактически там из Европы очень мало. Ну, это его, так сказать, дело, как бы, как он считает нужным. Но очень важно, что он приводит вот этот слайд, информация, которая часто упоминается в разных докладах, особенно в Англии, потому что автор этого исследования, Ричард Питер, бывший глава Оксфордского мета-анализа, а сейчас он один там из таких исполнителей важных в области скрининга. Вот они показывают, что начиная с 90-х лет в странах с наибольшей заболеваемостью и смертностью от рака молочной железы начинается снижение смертности при высокой заболеваемости. И объяснили тем, что если это касается, значит, США, Америки, то это связывается со скринингом. А англичане объясняли, где еще не было в это время скрининга, назначением системной терапии и прежде всего тамоксифена как средство лечения рака молочной железы. Ну, как бы данные сами за себя. Действительно, значительное снижение смертности, которое продолжается и сейчас. И обычно это связывает с влиянием раннего появления, то есть скрининга, и одновременно системного лечения и прогресса. Ну, это так. Но нельзя забывать о том, что все-таки локальные методы лечения тоже имеют лечение. И очень важно, что, скажем, рекомендация ХЭСМО, да и частично АСКО, используется фактически классификация Сан-Галлина 2013 года. А они, как бы, имея информацию о экспрессе рецептах стероидных гормонов КИИ-67, вот, степени злокачественности, построили такую классификацию, как назвали суррогатные, основанную на иммуногистохимии, то есть лиминальные А, Б, вот, ФР2-позитивные и трижды негативные. Хотя, скажем, молекулярное исследование, допустим, ПАМ-50, показывает, что, скажем, трижды негативный рак, это в значительной степени базально подобный, это совершенно другой природа и так дальше. Но очень немногие учреждения используют, вот, скажем, рутинно эту молекулярную классификацию. Хотя она очень близка. А фактически и практика, и диспансеры, да и зарубежные центры используют вот это вот деление Сан-Галлина 2013 года. Она надежна и в основном, как бы, помогает спланировать ближайшие там лечения и перспективы на будущее. Так вот, если коснуться местного лечения, ну, и вчера обсуждалось и сегодня о том, что в хороших центрах, в странах, где есть скрининг и современное системное лечение, до 80% пациента подвергается органно-сохраняющим операциям. До 80%. И только 20% подвергается более широкому вмешательству, вплоть до мастектомии, но очень часто с элементами пластики, реконструкции и так дальше. Но мы не будем рассматривать вот эти данные, потому что они широко обсуждались. Очень важно, что вот этот сохранный подход к операции на самой малышной железе распространяется и на подмышечную зону, потому что, ну, до сих пор во многих центрах применяется полная акселлярная диссекция, то есть удаление всех подмышечных лимфузлов, сопровождающиеся отеком руки, нарушением функций, болезненности и так дальше. И часто это вынужденное мероприятие, потому что многие больные с 2-3 стадии подвергаются сначала неодевантосистемной терапии. И, в общем, там уже больше как бы идеи радикально убрать и первичную опухоль молочной железы, ну и, конечно, возможные метастазы в подмышечных лимфузлах. И, тем не менее, на этом фоне развивается направление как бы таргетной диссекции, то есть попытаться удалять только наиболее подозрительные лимфузлы, исследовать их, если там нет метастазов, то ограничиться биопсией сигнальных лимфузлов. Надо сказать, что использование вот таких же методов, как при периодичном раке молочной железы, сопровождается высокой частотой ложного негативного заключения, от 10 до 14%. Если проходит двойное клипирование, то есть обозначение BFC лимфоузла категории N1 и установки там метки, вот этот таргет, удаление в последующем лимфоузлов, не менее трех лимфоузлов, в том числе вот этого лимфоузла, который был установлен и доказан, что он метастатический, но в нем метастазы отсутствуют, в этом случае как бы стал ложным отрицательным заключением, ну где-то около 2%. Но это в хороших центрах, с хорошей поставленной этой системой, и мы в институте проводим такое исследование, но пока даже в случае вот как бы отсутствия метастазов вот в этих лимфоузлах, продолжаем выполнять оксилианную диссекцию, чтобы убедиться, что эта процедура безопасна. Ну, а скажем, рекомендации Галена, она основывается на том, что если при исследовании лимфоузлов, сигнальных лимфоузлов, выявлен даже микрометастазы, не макро, а микрометастазы, пока вне зависимости и планируется, там лучевая терапия или не планируется, нужно выполнять полную акселярную диссекцию. А в последующем, когда мы получим точную информацию о безопасности такого подхода, конечно, все учреждения будут переходить на сберегательный подход, в том числе и к местному лечению. Ну, конечно, цель нашего доклада в основном рассмотреть системные виды лечения и накопившиеся результаты многих испытаний клинических, о результатах этих испытаний. Ну, а сказать, что самые частые опухоли, как вот я показывал в слайде Сангален, это опухоли формально гормонозависимые. До 90% пациентов имеют опухоли в экспрессии рецепт стероидных гормонов. И огромная категория пациентов, моложе 50 лет, подвергается гормонотерапии. Вот спрашивается, необходимо подавление функций яичников, которые являются главным, так сказать, источником эстрогена, супрессии. Или можно ограничиться просто назначением, допустим, тамоксифена. Потому что если мы назначаем более эффективное лечение ингибитора роматаза, тогда нужно подавление функций яичников. Так вот, исследование текста и софта, оно многократно сообщалось, пятилетние результаты, потом восьмилетние, а сейчас уже десятилетние. Показалось, что все-таки результаты у пациентов, у которых было подавление функций яичников и ингибитор роматазы оказались выше. Но надо учитывать, как бы, и тоже основываясь на классификации Сангалина, к какой группе риска отходятся эти пациенты. Если они в группе низкого риска, то, в общем-то, никакого выигрыша от супрессии, о которой продолжается пять лет, и женщина переходит в другую категорию. Вот молодая женщина, выключены яичники, она уже оказывается в постменопаузе. Значит, остеопороз это и другие признаки, сексуальное наружение и так дальше. Так вот, пациенты низкого риска не подлежат такой гормонотерапии. Здесь можно ограничиться обычной гормонотерапией тамоксифеном. А вот пациенты высокого риска по этой классификации, там действительно есть преимущество одновременного назначения гормонального препарата, ингибитор роматазы, эксобистана обычно, или тетрозола, и супрессия, подавление функций в течение пяти лет. Не двух лет, как раньше, а в течение пяти лет. Ну и, в общем, потенциальная польза эскалации, она минимальна для женщин с промежуточным риском и отсутствует практически для женщин низкого риска. Ну, это мы говорили о ранних стадиях опухоли. А вот что происходит ситуация с гормонотерапией при четвертой стадии? Метастатический рак молочной железы. Ну, здесь, конечно, до недавнего времени гормонотерапия начиналась ингибитор ароматаза или тамоксифен, если не применяли в адюванте, смена там линии терапии. До тех пор, пока не появились ингибиторы циклинозависимых киназ, препараты типа палбоциклип, рибоциклип, в общем, больших, так сказать, грандиозных успехов не было. Вот, когда научились преодолевать резистентность к эндокринной терапии, тогда появились очень важные как бы достижения и улучшения не только качества жизни, но и улучшения выживаемости. Тем более, на этом же фоне появились новые препараты или их использование, препарат пульверстрант, чистый антиэстроген, который как бы напрямую превосходил ингибитор ароматаза. Результаты выживаемости, как здесь показано, достоверно выживаемся. Но, если сравнить вот это, эти препараты плюс ингибиторе циклинозависимых киноз, например, палбоциклип наиболее пока популярный и исследованный препарат, среди всех их, то мы видим, что и это проведено исследование, которое показывает, вот здесь мы покажем, что, в общем-то, каких-то существенных преимуществ, скажем, именно назначение формистранта вместо ингибитор ароматаза не наблюдается. То есть, какие-то тенденции, но, в общем-то, витрозолт и спалбоциклип как бы не хуже. Да и продолжительность раз не больше 32 месяца против 27. Поэтому здесь надо очень как бы четко оценивать, что там действительно новые, а что, в общем, не надо забывать и достижения прошлого. И вот, если сравнивать различные из препаратов, из ингибитор циклинозависимых киноз, вот, и, соответственно, исследования были Монарх, Монолиза, Палома, то мы видим, что приблизительно вот все препараты палбоциклип, рыбоциклип, объемоциклип, они приблизительно так равны по классу эффективности. Ну, прям механизм очень близкий к действию. Вот. Ну, если есть возможность, сейчас мы видим, что во многих диспансерах используют эти препараты, вот, хотя они, конечно, все еще дорогостоящие, и это помогает многим нашим пациентам. Ну, вот, другой признак, который отвечает за резистентность гормонотерапии. Я имею в виду, вот, этот, ИСА или ИСР1, мутация этого геном приводит к резистентности гормонотерапии. Кажем, пациенты, как я вот говорил выше, назначается гормонотерапия на 5 лет профилактически после операции. Признаков рецидива нет, и никто не может сказать, когда наступила резистентность. Вот, 5 лет это, в общем, тоже тяжелая нагрузка для пациентов. Остеопороз и так дальше. Оказывается, вот, если рассматривать исследование и в первой линии, когда не применялись никакие препараты гормональные, то эта мутация не так часто, она всего в 4%. Но если было предшествующее лечение, использование ингибиторов ароматаза, стероидных и нестероидных, то до 40% имеются мутации, значит, естественно, выживаемость значительно ниже пациентов с мутацией этого гена. Это очень важный ген. И важно еще и то, что существует методика определения не из первичной опухоли, в опухоли, допустим, уже удалена, а именно по анализам жидкостной биопсии берется кровь, плазма, исследуется наличие и отсутствие этой мутации. Но важно еще и то, что если произошел клиренс, как это очищение, то меняется ситуация наоборот. Наоборот, у этих пациентов, как показано в правом слайде, выживаемость достоверно без прогрессивного времени выше, чем у пациентов без вот этой мутации. Это тоже очень важно знать, как назначается гормонотерапия. И вот как бы общий вывод вот этого исследования, которое еще не завершено, исследование палит, когда применяется дополнительно палбоциклип уже не при четвертой стадии, а при относительно операбельных пневодевантом терапии, когда пациент в принципе может быть оперирован, но из-за стремления выполнить сохранную операцию назначается неодеванта гормонотерапия в постменопаузе. Вот что оказалось, что мы видели раньше, потому что у нас проведено несколько исследований неодеванта именно гормонотерапии. В России это очень редко применяется. Если добавлять вот этот палбоциклип, ингибитор циклинозависимых киназ, клетерозолу, то в общем индекс пролиферации КИ-67, то есть рост резко снижается у пациентов гормонозависимой опухой. Но что важно, клинически это как бы к 14-й даже неделе не определяется. Незаметно именно самого очага. Вот мы тоже замечали, что это очень важно. Когда же наступит вот этот эффект? И как объясняет автор, это возможно относится к конкурентной сокращению возможностей апоптозы, то есть запрограммированной гибели опухолей клетки. Ну посмотрим, что показывает исследование. Потому что главная цель этого исследования оценить показатели выживаемости. Но до этого еще далеко это новое исследование. Посмотрим и видим. И вот еще одна очень важная ситуация. Это вот мы рассматриваем все, какие достижения последние 10 лет. Ну вот скажем метастатический рак гердопозитивный. Сам по себе агрессивный опухоль. Что можно применить учитывая, что скажем у половины больных ранее получавших терапию тростозубамом герцептином развиваются метастазы и значительные части метастазы в головной мозг. Это на втором месте после наверное рака легкого, когда вот такая высокая частота поражения головного мозга. Но я не говорю трижды негативным там тоже 46 процентов. Предпринимались и предпринимаются постоянно усилия как помочь этим пациентам. Вот различные исследования испытания использовался лопотениб который в отличие от тростозума преодолевает гематоцифалический барьер. Ну что-то кого-то помогает но посмотрите продолжительность эффекта меньше трех месяцев. А фото ниротенибом связывают большие надежды. Ну так полгода максимум вот как бы проблема не решалась испытывать. И вот появление тукатениба именно при экспрессирующих опухолях которые являются ингибитором от киназ вот это исследование добавлялось ну традиционно используем тростозумаба и капицитабина вот какой эффект выясняется что беспрогрессивная выживаемость у пациента с метастазом головной мозг сокращалась и смертность на 52% явно первый такой эффект который ранее никогда не наблюдался при метастазах именно в головной мозг это конечно очень важное достижение одно из важнейших вот терапии вот таких пациентов ну иммунотерапия это вот та тема которой занимаются многие передовые центры в том числе наш институт у нас есть отдел иммунотерапии и мы у себя на отделении проводим исследования даже это тема министерства здравоохранения вот вчера были доклады вот большие связывались надежды но вот здесь очень правильно показано вот в отношении молочной железы что ну вот должен быть взвешена польза вне улучшения полного регресса и побочные эффекты и мы участвуем как бы в двух международных исследованиях одно исследование это идет вместе с итальянцем микеланджело группа это очень мощный центр по испытанию новых лекарственных препаратов вот это как сказано упрощенное понимание как бы тех возможных механизмов через которые нужно действовать чтобы была успешная иммунотерапия ну вот мы берем только вот этот путь педи один иммуночекпоинт и элегант нему подел один но даже вот такое упрощение не позволяет как бы точно и четко понять все механизмы возможного эффекта иммунотерапия вот схема по которой допустим назначаются препараты отэзолизумап отэзолизумап а ингибитор чекпоин гидпдл1 вот это схема и исследуется в нашем институте при пациентах с трижды негативным раком и пациентов с доэкспрессирующих так вот до раз задолго до этого еще где-то в 70-х годах мы уже начинали вот эту работу а сейчас вместе с нашими патологами проводится исследование оценка опухоли инфильтрирующих лимфоцитов по краю опухоли если она не очень выражена прогноз хуже и наоборот это было показано почти более 40 лет назад а это вот последнее наше исследование и это одно из направлений которые как бы на которые мы так рассчитываем не только в оценке прогноза заболевания или предсказания чувствительности учитывая в том числе идеи экспрессии педа ладин и так дальше но и эффективности самоиммунотерапии и надо сказать что вот практическое использование при наиболее агрессивных опухолях вот у нас два проекта трижды негативный рак чрезвычайно агрессивный где ожидается большие успехи ожидались успехи иммунотерапии и педа позитивный ну я бы сейчас когда мы уже имеем первые результаты так очень осторожно высказывался что вот это будет самое прорывное направление тут еще надо очень много работать скажем вот этот проект при трижды негативных опухолях но он показывает что действительно при экспрессии pdl-1 леганда а pdl экспрессируется по идее в самих опухолевых клетках он не позволяет как бы иммунной системе уловить опухолевые и уничтожить так вот только вот у этих пациентов есть какая-то тенденция к увеличению полных патоматологических регрессов вот как здесь показано то что показал я Денкерт в своих исследованиях а вот что будет с выживаемостью ну надо надо смотреть вот ну будем надеяться что появятся и другие препараты и другие линии которые позволят усилить и улучшить это лечение вот уже возвращаясь так к сегодняшнему дню скажем одно из самых прорывных исследований которые везде сообщаются это исследование Катерина когда у пациентов получавших мощную неодевантную терапию которая привела к регрессу почти там половины пациентов полном регрессу опухоли все-таки остается резидуальное заболевание что с ними делать раньше назначался тростозумаб справа ну как бы стандарт исследовали препарат тдм иммуно коньюгат мтанзин плюс тростозумаб и результаты вот вот этого присоединения оказались значительно выше примерно в два раза реже развитие рецидива заболевания и отдаленных метастазов и естественно эксперты Сангалина 91% поддержали это направление и подтвердили как бы ее выдающуюся роль в терапии хердопозитивного заболевания второе заболевание высокого гастриженегативный рак там тоже нередко половины да больше после мощной терапии включая токсану антоциклины и препараты платины остается резидуальное заболевание и японская группа масуда и прочие исследовали препарат капицитабин в одеванте у этих пациентов и она показала улучшение выжимаясь вот в этой группе пациентов с трижды негативным там 30% были гормонозависимые а 70 трижды негативных и 61% не все но многие сангалини поддержали это как важнейшее направление это еще является стандартом лечения во всех странах лечения резидуального заболевания вот а мы покажем вот работа которая выполняется у нас господин Ерещенко который вчера там выступал с докладом вот и работа вместе с патологами с Викторией Смирновой бывшей Машлык которая показывает что все типы меняются в ходе неодевандотерапии и ну половины а иногда меньше а по крайней мере у 20% фенотип заболевания изменяется другое то что мы имеем в резидууме ни в исследовании ни в исследовании Масуда этот признак вообще не оценился там лечение назначалось по поводу первичной оценки фенотипа поэтому мы видим что здесь очень большие возможности на будущее посмотреть что происходит вот сердопозитивным и трижды негативным если поменялся фенотип может быть совершенно другое лечение а может быть сохранить это же время покажет ну и здесь уже значит так как бы это старость верно то что он не ответил на вопрос что все-таки пациенты с резидуальной опухолью именно потому и подвергаются допастоктомии если не не удается достичь хороших результатов и вот последний слайд каковы перспективы люминальный арак значит они не все отвечают на эндокрин терапию хотя это является предпочтительным если использовать ингибиторы циклинозависимых киназ спалбоциклип то можно добиться гораздо более высоких результатов и посменно паузальных пациентов лечить только неудивая неудивая антигормон терапии если это трижды негативный высокоагрессивный ну вот этот капицитабин пока является стандартом но в перспективе конечно иммунотерапия то же самое катсила тдм стандарт для хиодопозитивного но в перспективе также ингибиторы пдл иммунотерапия может быть другая иммунотерапия спасибо за внимание благодарю спасибо